Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас третий урок по Ардуино. И сегодня, наконец-то, мы напишем свою первую программку и вольем ее в этот микроконтроллер. И заставим работать нашу плату Ардуино. Вообще, программировать микроконтроллер платы можно с помощью программатора через вот этот интерфейс ICSP. Программировать можно, например, с помощью такого AVR-программатора ISP-MK2. Но самая важная особенность Ардуино является в том, что программировать его можно с помощью компьютера через этот USB-интерфейс. Итак, для написания программ под Ардуино, на ПК нужно сначала установить необходимое программное обеспечение. Для этого заходим на официальный сайт проекта Ардуино, arduino.cc, ссылку на него я оставлю в описании. Затем заходим на вкладку Download и отсюда уже загружаем последнюю версию Arduino ID для вашей операционной системы. У меня операционка Windows, скачиваю сразу установщик. Затем нам предлагают сделать пожертвование на проект Ардуино. Но мы пока этого делать не будем, поэтому скачиваем программу бесплатно по ссылке Just Downloads. Итак, после того, как файл установщик загрузился, открываем его. Обязательно читаем лицензионные соглашения. Соглашаемся. И устанавливаем все компоненты программы. ПО для Ардуино будет весить около 400 мегабайт. Жмем Next, Install, установка пошла. Через несколько минут программа установилась. Жмем Close. И все, среда программирования для Ардуино установлена. Вот ее ярлык. Давайте зайдем в нее. Тут уже есть небольшая заготовка под программу. Но мы будем писать все заново, чтобы разобраться подробнее. Сначала давайте проверим, стоит ли плата, и мы работаем. Для этого заходим в инструменты. И во вкладке Плата должна стоять Ардуино Уно. Что у нас состоит Ардуино Генуино Уно? Если вы работаете с другой платой Ардуино, то ставите свою плату. Программа, которую мы пишем для Ардуино, называют скетчи. Вот сейчас мы запишем свой первый скетч для Ардуино. Итак, что же конкретно мы хотим сделать? Дело в том, что на каждой плате Ардуино, в частности на Ардуино Уно, есть светодиод, подключенный к 13-ому контакту. Вот он обозначен буквой L. И сейчас мы с помощью программы, которую запишем на компьютере, попробуем сделать, чтобы этот светодиод непрерывно мигал. На одну секунду загорался и на одну секунду выключался. И так до бесконечности. Итак, сначала я прописал многострочный комментарий. Он начинается знаком слэш звездочка и заканчивается знаком звездочка слэш. Все, что между этими знаками, никак не повлияет на код программы и ее выполнение. То есть этот комментарий нам нужен просто для удобства пользования, чтобы пояснять ту или иную часть программы. То есть его можно вообще и не писать. Далее у нас идет уже сама программа. Вся эта строчка это код объявления переменной. Переменная это ячейка памяти, которая содержит информацию. Существуют вообще переменные различных типов. Вот в нашем примере указана переменная типа int, что означает целое число. И этой целочисленной переменной лет присвоено значение 13. Помните, да, что 13 это номер цифрового контакта, к которому подключен светодиод на плате нашей Ардуино. И далее всюду в основной части программы можно будет использовать переменную лет, когда мы хотим управлять контактом 13. Переменные в данном случае очень удобны, потому что при необходимости поменять контакт ввода-вывода, достаточно изменить только одну строчку, а остальная часть программы не изменится. Также я не сказал, что есть еще однострочные комментарии, которые тоже никак не влияют на программу. Для этого перед строкой просто надо поставить двойной слэш. Однострочные комментарии более удобные для писания какой-нибудь определенной одной строки. Ладно, сатрем его нам не нужен. Далее я написал две обязательные функции, которые входят в любую программу Ардуино. Это функция Setup и функция Loop. Вообще функция это фрагмент кода, выполняющий определенную задачу. В функции Setup задаются установки начальных параметров, настройки, назначение режимов портов ввода-вывода, запуск коммуникационных интерфейсов и другое. А функция Loop это уже оператор цикла. То есть функция Setup отвечает за то, что будет в начале выполнения нашей программы, когда Ардуино включается. А функция Loop будет отвечаться за то, что будет крутиться в непрерывном цикле. Бесконечно, пока уже Ардуино не выключится. Фрагмент кода для этих функций пишется внутри таких скобок. Далее я прописал вот такую строчку. Цифровые контакты Ардуино могут быть запрограммированы на ввод или на вывод. И как раз задать их направление позволяет команда PinMod. Она имеет два параметра, которые как раз и указаны сейчас в скобках. Первый параметр определяет номер контакта. Поскольку у нас переменная лет уже назначена ранее в программе, то задается контакт 13. А вот второй параметр как раз устанавливает направление контакта. Input это вход, а Output это выход. По умолчанию все контакты настроены на вход. Ну и чтобы направить их на вывод, следовательно тут надо указать Output. Так как нам нужно управлять светодиодом, контакт 13 должен быть выходом. Ну и настройка этого контакта сохраняется до тех пор, пока вы не измените его назначение на вход. Далее уже работаем с функцией Loop. Функция Digital Write устанавливает состояние выходного контакта. 5 вольт или 0 вольт. Если светодиод подсоединен к контакту через резистор, то установка значения логической единицы позволит вам зажечь светодиод. Подробнее такие непонятные слова мы рассмотрим в следующих уроках. Итак, первый параметр функции Digital Write это номер контакта, который мы будем управлять. Лет это у нас контакт 13. Второй параметр это как раз значение, которое нужно задать. Х это 5 вольт, лоу это 0 вольт. Контакт будет оставаться в этом состоянии, пока не будет изменен следующей командой Digital Write. Далее у нас идет функция Delay. Она имеет всего один аргумент. Это время задержки выполнения программы в миллисекундах. То есть при вызове этой команды Delay, Ардуино останавливает выполнение программы на определенный интервал времени, который как раз записан в скобках. 1000 миллисекунд это как раз 1 секунда. То есть эта часть кода приводит к тому, что светодиод будет светиться в течение 1 секунды до выполнения следующей команды. Далее опять вызывается функция Digital Write, но уже со значением лоу, то есть 0 вольт. И также на 1000 миллисекунд на 1 секунду. И так как это функция Loop, то включение светодиода на 1 секунду и выключение его будет производиться бесконечно, пока подается питание на Ардуино. Вот и вся программка. Теперь подключим USB кабель к Ардуино. И далее USB кабель к USB выходу к компьютеру. При первом подключении Ардуино к компьютеру сразу пошла установка драйвера. После установки драйвера высветилось вот такое сообщение, жмем закрыть. Далее необходимо выбрать COM порт, к которому подключен ваш Ардуино. Для этого жмем вкладку инструменты, ищем порт, тут подключен COM 1. У меня Ардуино подключено к порту COM 3. Выбираю его. Кстати, если вы не можете определиться, какому порту подключена Ардуино, то просто сделайте вот так, как сейчас у меня на экране. Отключите Ардуино от компьютера, и какой COM порт исчезнет, тот и будет портом подключенным с Ардуино. Ну и для загрузки нашей программы в плату Ардуино, жмем кнопку загрузка. Происходит компиляция скетча, и загрузка завершена. Тут написано в скетч, то есть наша программа использует всего 1 килобайт, то есть 3% памяти устройства. Далее смотрим на плату Ардуино. Как видим, наш светодиод мигает каждую секунду, включаясь и выключаясь. Что и заложено в программу. Поздравляю вас, мы только что создали первую свою программу на Ардуино. Давайте теперь попробуем уменьшить частоту мигания этого светодиода. Например, сделаем 2 секунды он горит, 2 секунды не горит. Догадались уже, как просто это сделать? Надо просто аргументу функции delay поставить не 1000 миллисекунд, а 2000. Так же и тут. И все, код программы обновлен, и снова загружаем его в плату Ардуино. Жмем нагрузка. Загрузка завершилась, посмотрим теперь на результаты. Как видите, светодиод теперь реже стал мигать. 2 секунды не горит, 2 секунды горит. Все как и было задумано. Вот так с помощью простых действий программы можете управлять светодиодом. А в дальнейшем, когда обучитесь роботами и всякими автоматизированными системами, работающими под Ардуино, сможете также легко управлять и настраивать на свой лад. В общем, Ардуино классная штука. Кстати, если не хотите сами писать эту программу, я оставлю ссылку в описании на текстовый файл кода этой программы. Просто скопируйте его из этого файла и вставьте в программу Ардуино. И можете сразу же грузить его на плату. Ставьте лайк, если понравилось видео и вы хотите, чтобы новые уроки выходили как можно быстрее. Пишите в комментарии, что вам было непонятно и что подробнее хотите разобрать по Ардуино. Ну и конечно подписывайтесь на канал, чтобы стать богом Ардуино.